Здравствуйте! Доброе утро, вернее, уже, наверное, добрый день. Прекрасный сегодня день. Пробки пока небольшие, но это связано с тем, что очень многие сейчас, конечно, уехали. А так-то у нас пробки-то в Москве. Ой-ой-ой! И вот сегодня мы как раз про это и поговорим. И сегодня у нас в гостях власть, с которой мы сейчас будем спрашивать строго. У нас в гостях Евгений Михайлов, первый заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы. И Максим Кац, депутат муниципального собрания Щукина в Москве. Здравствуйте! Ну я, слава богу, пока не совсем власть, но... Ну все-таки, да? Да, поговорить можно, да. Вот скажите, первый вопрос к вам, насколько я понимаю, первый вопрос к Евгению Михайлову. Вы все-таки давно во власти, да? Нет. Нет? То есть вы свежая кровь? Ну, с февраля этого года. А до того, чем занимались? Был опыт работы в федеральных структурах, был опыт работы в госкомпаниях. Ну, последние там несколько лет до прихода в московскую власть это частный бизнес. Насколько я знаю, вы занимались железнодорожным, да, транспортом? Да, да. Там транспортный проект, проекты в области железнодорожного транспорта. И грузового автомобильного транспорта. Аэроэкспресс? Нет. Нет, да? То есть просто, да? Потому что я знаю, что господин Лексутов, ваш начальник, да, он занимался аэроэкспрессом. С Максимом Станиславовичем мы очень давно знакомы. В общем-то, на самом деле, я пришел в департамент по его приглашению. Исключительно это там его предложение, его просьбы или предложения, как правильно сказать. Вот. И давно его знаю, видел, как развивается этот проект. Ну, этот проект Максим Станиславович сделал сам. Здорово. Здорово. То есть вы свежая кровь, у вас есть опыт бизнеса, у вас есть опыт разруливания, скажем так, железнодорожного транспорта. Вот скажите, ваше мнение, как мы дошли, ну и Максим тоже, конечно, как мы дошли до жизни такой? А как Москва превратилась в город, где царит полнейший хаос? — Наверное, ситуация была связана с тем, что были совершенно по-другому расставлены приоритеты в области городского развития, в области градообустройства. Там именно не градостроения, а градоустроения, градообустройства. Мы вошли в период очень такого серьезного накопления капиталов и серьезного обогащения именно персонального, личного. — Это правда. — И, как правило, очень такой показательный эффект, что когда люди начинают зарабатывать первые деньги, они вначале покупают большой телевизор, а потом покупают машину. — Точнее. — И у нас, на самом деле, пошла колоссальная автомобилизация, к которой инфраструктура города не была готова. И мы видим, что последние 20 лет у нас такая ситуация происходит, когда на 4-5% в год растет автопарк. И, соответственно, для того, чтобы адекватно отвечать этому вызову, надо было, по идее, сохранять текущий уровень проникновения автомобилизации, также наращивать количество автодорог просто и количество мест парковок, количество мест стоянок. И понятно, что есть две вещи. Первое. Центральная часть города давно сложившаяся, архитектурно обустроена, со сложным рельефом, надземной частью, подземной частью. И физически центральная часть города не может такими же темпами отвечать на развитие дорожной транспортной инфраструктуры по 4-5% в год. С другой стороны, и это такой, на самом деле, тоже тупиковый путь. С другой стороны, даже там, где это возможно было, такие вещи не делались на протяжении длинных 20 лет, условно говоря. Только последний год-два, ну, там, три, да, были проекты. Третье транспортное кольцо, МКАД, они были большие, но в целом, собственно говоря, если мы говорим про насыщение там дорогами между третьим транспортным кольцом и МКАДом, это порядка 8%. Это количество дорог, фактически, которые на территорию города. То есть это, условно говоря, ну, там, как Блинкин, Михаил Яковлевич сказал, это хорошо насыщенная сельская местность дорогами. Но никак не город. Абсолютно точно. То есть, если не брать МКАД и ТТК, то просто, там, вопросы связаны, там, радиальные связи, именно соединения... Связанности, да. Не радиальные, а хордовые. Хордовые. Как раз связи районов между собой, они очень слабые и остались слабыми, и были такие на протяжении, там, последних, там, 15-20 лет. И ухудшались, насколько я понимаю. Ну, безусловно, потому что, да, то есть у нас каждый год на 4-5% растет частный автопарк. Ну, вот, мне кажется, что это нормально. Вот смотрите, сообщение с сайта... Кстати, звоните, пожалуйста, в прямой эфир по телефону 495-65-10-996 и пишите свое сообщение на сайт finam.fm. Вот сообщение с сайта. Добрый день. Сейчас много внимания уделяется проблемам автомобилистам. Вам не кажется, что если каждый будет покупать машину, то никакой Москвы и никакого парковочного пространства просто не хватит? Вы заелись. В Москве из-за машин можно задохнуться. Нигде, ни в Париже, ни в Токио нет стольких личных машин, пишет некая Мария на сайт. Это правда. Даже в Токио, казалось бы, там автомобильный город достаточно. Количество машин на 100, на 1000 человек населения там существенно меньше. А плотность дорог существенно выше, чем в Москве. Я не боюсь, что придется поспорить мне, потому что у нас в Москве 370 машин на 1000 человек. Вот в Токио я точно не помню цифру. 353. Ну, 353, да, сейчас. Меньше, меньше, да. А вот в Европе-то больше. Больше, это значит. И в Америке больше. Там и по 600, а в Америке и по 700. Нет, я говорю конкретно сейчас про Токио, конкретно про Париж и про конкретные там города, которые там были названы в качестве примеров. Это правда. В Париже действительно там существенно меньше, в самом Париже население имеет машины, свои личные, частные пользования. Ну, это не нужно, это невыгодно, неинтересно. Это просто невозможно эту машину поставить и некуда на ней не ездить. Это правда. Это правда. И вот вопрос, ну, на вопрос, почему так произошло, вы частично ответили. Мне кажется, Евгений не осветил самую важную часть того, почему это произошло. Да, Максим. Из-за практически того, что вообще не развивался общественный транспорт за это все время. То есть, количество людей в Москве увеличивалось, в общем, тоже очень быстро. Их возможности покупать автомобили увеличивались также очень быстро, а вот общественный транспорт развивался, даже деградировал. Абсолютно точно. Это я готов согласиться с этим абсолютно. Но, опять же, это было частью некой, скажем так, концепции городского развития, где ставка была сделана на автомобилизацию, ну, так или иначе. И действительно, общественному транспорту отводилась роль некого социального вида сообщения, то есть для тех людей, которые там не имеют возможности ездить на машинах. Соответственно, возвращаемся к началу посылу о том, что люди хотели там показать, что они другого социального статуса. И, купив хороший цветной телевизор, покупали автомобиль. Кредитный автомобиль, даже зачастую не имея возможности его оплачивать. И когда кризис первый случился, мы увидели огромное количество кредитных автомобилей, то есть на вторичном рынке, которые банки продавали. Но это, опять же, для людей это вопрос как бы не пользования общественного транспорта, это вопрос иного социального статуса. И как раз одна из задач существующих стоит в том, чтобы сделать общественный транспорт таким, чтобы пользование общественным транспортом для человека, для обычного, для среднего класса, для нас с вами, не являлось чем-то, что принижает в наших собственных глазах наш социальный статус. Абсолютно точно. Как? Каким образом этого можно... Вот как вы... Я читал, например, в интернете высказывания Максима о том, что у нас прекрасное метро. И что у нас все хорошо в этом смысле. Вот я сейчас готов с этим поспорить. Как вы считаете... Сильно недостаточно, потому что вы не строили 20 лет почти, но то, что есть... Нет, строили, строили. Нет, ровно об этом же, опять же, город очень сильно развивался. Огромное колоссальное количество жилищного строительства, которое в городе шло, оно не подкреплялось таким же колоссальным серьезным развитием транспортной инфраструктуры, инфраструктуры общественного транспорта. Фактически та программа, которая сейчас принята в городе, там до 2020 года построить 67 новых станций метро, фактически 67 это количество метро, которое сейчас есть в Санкт-Петербурге, количество станций, которые есть в Санкт-Петербурге. Фактически, то есть достроить к Москве еще полностью санкт-петербургское метро. Абсолютно точно. До 2020 года. Абсолютно точно. Оно во многом частично эту проблему решит. Действительно, московское метро с точки зрения технологических показателей, скорости движения, частоты движения, количество перевозимых пассажиров нету. То есть, ну, ни одного такого метро в городе, вообще в мире, которое бы по этим показателям приближалось бы к московскому метро. И основная проблема московского метро в том, что действительно не хватает, оно перегружено, то есть это некая такая труба, куда забивается с каждым днем все больше и больше людей. Именно, именно. Сейчас после новостей мы поговорим о том, как нам развивать метро, как нам развивать общественный транспорт, потому что, конечно же, это в том числе и это ключ к разруливанию ситуации и к решению проблемы пробок. Хотя я вот категорически не согласен, мы опять сейчас об этом поговорим, о том, что автомобиль это только показатель личного статуса, я думаю, что это еще и свобода. Ну, сейчас поговорим об этом, а пока новости на Финамо ФМ. Продолжаем обсуждать транспортное будущее Москвы. В студии Евгений Михайлов, первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы и Максим Кац, депутат муниципального собрания Щукина в Москве. Телефон прямого эфира 495-65-10-996 или пишите на сайт finam.fm. Мы остановились на том, что метро. Достаточно ли его для Москвы? И как нам, вот как вы, например, как вы, Евгений, как вы, Максим, видели бы себе будущую транспортную публичную инфраструктуру в Москве? На какой город мы хотим быть вы? Хотите, чтобы Москва была похожа? Тоже Токио, да? Например, вот я там достаточно часто бываю, как автомобильный журналист, и совершенно поражен плотностью этих сетей. Там, если я не ошибаюсь, там 4 независимых друг от друга сети. Там 2 системы метро и 2 системы железнодорожного транспорта, которые и... Получается так, что там в пределах шаговой доступности всегда у тебя оказывается станция. У нас ведь совершенно этого нет. Ну, наверное. Я хотел бы, чтобы наш город был похож на Москву будущего. Нет, вот такую, где все едят быстро и хорошо. Токио, действительно, с точки зрения транспортной насыщенности, это очень такой интересный город, он очень плотный. Но там, наверное, тяжело жить людям. Вот нам, если там находиться и быть как там... Ну, когда ты турист, это одна ситуация. Когда пытаешься посмотреть на то, в какой плотности у тебя живут там люди, в Токио, понимаешь, что все-таки это такая определенная специфика, и, наверное, жить там в центре Токио. То есть, если ты просто там не турист, а житель этого города, даже после Москвы, это еще дополнительное сужение, стеснение как бы в пространстве, в территории, которая тебе доступна. Это, к сожалению, ну, или к счастью, к сожалению, у нас в этом плане ситуация, она немножко отличает от токийской. Ну, в России побольше Японии, да. И если есть возможность, грубо говоря, там не ютиться там на каком-то ограниченном клочке земли, то лучше, конечно, там жить более просторно. Если говорить о ситуации, то мы, когда проанализировали пассажиропотоки до 2025 года, поняли, что нам не хватает примерно в час пик 400 тысяч пассажиромест в одну сторону. То есть, возможность... Общественных. Общественного транспорта, да, для того, чтобы он работал нормально, эффективно и, скажем так, ну, быстро. Что для нас общественный транспорт? Очень важно, чтобы его было достаточно. Чтобы люди могли войти спокойно и комфортно сесть, чтобы было достаточным уровнем комфорта, фактически. То есть, во-первых, его должно быть много, не должно быть запит. Во-вторых, нахождение в общественном транспорте должно быть комфортным. То есть, это низкий пол, это тепло зимой, это прохладно, там, летом. Да, это вторая вещь. Это даже не быстро, а прогнозируемый по скорости движение общественный транспорт. Ведь очень часто сейчас ситуация, когда люди подходят к автобусной остановке, к автобусной остановке, они знают, ждать им 2 минуты или ждать им 20 минут, 30 минут. И, на самом деле, именно вот это отсутствие, что называется, just in time, и отсутствие четкого понимания, что я доеду за 50 минут, там, или, там, за часто, или даже пусть это будет полтора часа, но есть четкое понимание, что за это конкретное время, у меня, там, строгий диапазон времени ожидания на остановке, там, не более 5 минут. Вот, это вторая часть, которая очень важна для того, чтобы общественный транспорт стал, ну, эффективным. И третье, соответственно, это скорость. Но это может получиться, вот, и, кстати, и скорость тоже, может получиться только если отделить общественный транспорт от обычных автомобильных потоков. Именно, не будет ездить на улице. В том числе и этот вариант тоже, да, это выделение, это отдельно, то есть, отдельный выделенный полос, либо создание отдельных транспортных систем, то есть, как ЛРТ, БРТ, да, то есть, это, на самом деле... ЛРТ, БРТ? Это, ЛРТ, это легкий рельс, light rail, а БРТ, это bus rapid, то есть, это скоростной автобус, который обычно, обычно это, ну, в мире это, в центре дороги, выделенные полосы, огорожены с нового потока. Как в Париже, в Мюнхене это сделано, да, примерно? Ну, в Париже это сделано в пригороде, в одном месте, да, то есть, они сейчас развивают эту тему только... Это, скорее, в Южной Америке более распространено, в Мексике, в Голландии, в Голландии, вот там отдельные, прям, отдельные дороги даже стоят. Да, только для автобусов, да. То есть, это тоже стоят, поэтому, вот, наверное, три направления, его должно быть достаточно, он должен быть комфортный, и он должен ходить с очень понятным и приемлемым графиком движения, то есть, именно и по регулярности, и по времени поездки. Ну, и как вы видите, что это должно быть? Вот... Вот вы говорили, что вы анализировали, да, проезд? То есть, мы понимаем, что примерно из этих 400 тысяч дополнительных емкостей к 2025 году, которые необходимо получить, половину мы закроем за счет новых строительств метро. То есть, новое метро, новое районное, оно даст, собственно говоря, и скорость движения, и достаточный комфорт, и разгрузит, собственно, существующие линии метро, и в целом позволит очень значительному количеству людей, по большому счету, добираться до работы гораздо быстрее. Это первая часть, это примерно 50% необходимой потребности. Вторые 50% — это рельсовый транспорт, легкий рельс, это фактически проекты по развитию трамвая. Трамвай, да, потому что трамвай при правильной организации может перевозить до 10, 15, 20 тысяч человек в час. Это выделенная инфраструктура. Одна автомобильная улица, для сравнения, перевозит 900 человек в час, так примерно, на автомобильной полосе. Ну, там до тысячи, полутора тысяч, да, собственно говоря, это в идеале. В принципе, это тысяча, тысяча, сто человек в час, в нашем понимании. В 6-10 раз меньше, чем трамвайная, занимающаяся такую же площадь. Вот это вторая часть. И третья, конечно, это необходимо оптимизировать маршрутную сеть наземного транспорта в целом от автобуса. Потому что понятно, что вот я могу частично согласиться с Максимом, я не могу сказать, что общественный транспорт вообще не развивался, потому что строились новые районы, они развивались, и туда как-то приходил общественный транспорт. Но это всегда шло по остаточному принципу. То есть, вначале шла стройка, а потом все какие-то недодуманные вещи в рамках, грубо говоря, жилищного строительства. Потом приходили транспортники, и как-то уже по факту сложившихся, построенных, но проектированных улиц, должны были как-то решать и получали все шишки от жителей, на самом деле. Хотя, исходно, надо понимать, что все это еще было задумано на уровне проекта. И просто там, ну, наверное, это было связано как-то с приоритетами именно в области жилищного строительства, которые в городе... Это тоже важная проблема, которую тоже надо решать, но она была как-то так сделана. Поэтому, наверное, ситуация в этом тоже могла. И вопрос, что сеть развивалась несколько там экстенсивно. То есть маршрутная сеть наземного транспорта в городе Москве, она просто реагировала на ту сложившуюся ситуацию, которая складывалась в других областях. То есть она не обгоняла развитие территории, а шла фактически следом, как некий такой, ну, уже придаток. Ну да, ну да. Вот это, наверное, та система. Ее надо менять. Действительно, у нас сейчас есть большой проект, большая работа. Мы сейчас выбираем грамоты консультантов, которые имеют такой опыт построения сетей, проектирования сетей общественного транспорта в мире. На больших мегаполисах. Для того, чтобы, по большому счету, их опыт использовать в Москве. Хотя мы, честно говоря, оказалось, что у нас и в России еще остались. Конечно есть. Хотя давно... Тот же Блинкин есть, да? Да, порядка 20 лет не было там запроса на подобные вещи. То есть остатки там науки, которая была в России и хорошо развита была, она есть и в России. Да, Михаил Яковлевич один из таких ярких представителей. Отрадно это слышать. Отрадно это слышать. Интересно, немножко в другую тему попробую ввести. Вот разговор. Евгений, интересно, вы говорите об автомобильных дорогах, вообще автомобильном строительстве и об общественном транспорте, как о двух каких-то более-менее разных элементах. Вот вся эта история. Это же не так совершенно. Нет, конечно не так. И я об этом не говорю. Ну просто, ну понятно, что время передачи, формат подразумевает ответ на вопрос. У него понятно, что это одно целое. Это общее транспортное пространство города. И понятно, что всегда возникает... Это потребительская история, что выбирают люди. Абсолютно, да. Автомобили или общественный транспорт. И очень важно как раз вот это рассматривать именно ситуацию и смотреть с точки зрения жителей. Неважно, житель он пассажир, либо житель он автомобилист, но это всегда житель. И когда есть необходимость, есть необходимость транспортного обслуживания жителя. То есть задача такой транспортной инфраструктуры, которая была бы комфортна жителям города в большинстве своем. То есть очень важно на самом деле, это действительно одна история, а не две. Просто они, грубо говоря, распадаются где-то наверху. То есть уже с точки зрения прикладных вещей, то есть на какие-то разные тематики отдельные. И вторая вещь, очень важно не противопоставлять жителей города, которые являются автомобилистами, и жители города, которые являются потребителем общественного транспорта. Абсолютно. Если говорить по структуре час-пик, то у нас 88% жителей города пользуются общественным транспортом. Для повседневных поездок на работу, 88%. Большинство. И 12% это те автомобилисты, которые ездят, то есть для повседневных поездок используют автомобиль. Евгений, а интересно, какой примерно порядок распределения материальных ресурсов города на ту и другую группу населения. То есть сколько денег выделяется на служение автомобилистов, строительство новых дорог, там и все такое, и на общественный транспорт. Это, Максим, вы клоните к тому, что автомобилисты это наиболее датируемая часть нашего общества. После, по-моему, пенсионеров. Да-да-да, я слышал такую версию. Я вам сейчас... Примерно порядок. Я не скажу порядок, даже примерно порядок. Сейчас, ну, просто не буду врать и жонглирую цифрами. У нас, действительно, у нас колоссальная сейчас программа, строительство метро. У нас не менее большая программа. Сколько, кстати, вы назвали, сколько станций метро планируется построить? 67 станций метро. А структура будет та же самая? Кольцевая, радиальная? Или... Вот я думаю, что очень много упирается еще и в то, что структура нынешнего метро повторяет вот эту вот структуру... Это понятно, она повторяет пассажиропотоки. Ничего подобного. Ничего подобного. Пассажиропотоки могут течь совершенно по другим направлениям. Но они маленькие будут. И должны течь по другим направлениям. У нас, во-первых, будет построен третий пересадочный контур. Фактически, это определенное... Это новое кольцо. Ну, оно... Кольцо, скажем так, под систем, что оно замкнуто, но не кольцо, там, с точки зрения окружности. Это будут построены новые линии определенные, то есть, которые фактически влияют напряжение. Но детально, на сайте Московского метрополитена есть эта схема, ее можно посмотреть. И, в общем-то, на самом деле, есть документы правительства Москвы, которые определяют четко совершенно, то есть, какие станции будут построены в какие года. И поэтому это не является чем-то, там, таким научным. Любой, там... Ну, понятно, да. Человек может увидеть и посмотреть станции. Довольно интересная история вот с этим запрос... Во-первых, с запросом на какие-то хордовые маршруты, которые есть у людей. Почему-то людям сейчас кажется, что если построить вот хордовые, там, маршруты или, там, какие-то маршруты из одного спального района, допустим, в другой, как дорог, так и общественного транспорта, или вообще вынести бизнес из центра наружу, то транспортная ситуация, там, улучшится или вообще это возможно? На самом деле, это не так. То есть, допустим, если есть, там, какой-то человек или какой-то пассажиропоток, там, который едет из Медведкова в Митина, то мы там будем иметь пассажиропоток, там, ну, там, 200 человек в час. Мы не можем, там, запустить метро, потому что оно будет ходить пустое, и совершенно... Там можно запустить, там, два автобуса. И вот эти все хордовые маршруты, это, ну, довольно сомнительный запрос. Почему он есть в городе, не очень понятно. Интересно, интересно. Опять же, да, опять же, мы говорим о потребностей людей. Да, да. То есть, это очень важно понимать, чтобы мы создавали ту инфраструктуру, которая будет востребована, на самом деле, ну, хотя бы, там, с каким-то, там, определенным, там, понятным объемом заполнения. Поговорим сейчас об этом после очередного выпуска новостей. Поговорим о структуре и о запросах. Пока новости на Финам.ФМ. Обсуждаем транспортное будущее в Москве. В студии Евгений Михайлов, первый зам руководителя Департамента транспорта Москвы, и Максим Кац, депутат муниципального собрания Щукина. Звоните в прямой эфир, код города 495-6510-996, или пишите на сайт финам.фм. У нас есть звонок в студию. Алексей, вы в эфире. Доброе утро, добрый день, уважаемые гости и ведущие. Здравствуйте. Хотелось задать вот такой вопрос. Каким образом определяется, где сделать выделенную полосу для общественного транспорта в Москве, а где нет? Вот, например, Липецкая улица, да, там есть несколько левых поворотов. И все равно там сделали полосу для общественного транспорта. Например, на Рублевском шоссе нет такого, и выделенную полосу тоже не делают. Еще вопрос. Кто ответит за сложившуюся, на мой взгляд, пиковую ситуацию вообще с транспортом в Москве? Вообще с пробками вообще. Кто за это вообще в ответе? Кто виноват? Наверное, наверняка есть и чиновник, который этими делами занимались. Да-да-да, это, кстати, вопрос, с него мы начали. Но вот Евгений сказал, он дал такой философский ответ, что вот у нас была эпоха в России первоначального накопления капитала. Нет, там несколько. Это и очень высокая автомобилизация населения, который, по большому счету, к которому город был не готов, инфраструктура города была не готова транспортировать. Он же не об этом спросил, слушай, он говорит, кто ответит, но никто, конечно, не ответит. Очевидно, что никто за это не ответит, потому что это какой-то объективный процесс, который вот получился, а те, кто там был у власти в тот момент, как-то его не поймали. Ну, бывает. А что касается... Бывает. Бывает, не поймали. Что касается выделенных... Бывают и хуже процессы, которые не ловят вовремя. Выделенных полос, то у нас сейчас 9 полос, ну, по факту работают. Они, собственно говоря, выполняют свою необходимую роль. У нас там есть 4 полуэкспрессных маршрута, которые в совокупности перевозят, наверное, порядка 70-80 тысяч человек в день сейчас. То есть это хороший показатель для 4 маршрутов. Люди... То есть так или иначе, постепенно, то есть там растет количество людей, которые пользуются этими маршрутами. Что будет дальше? Дальше будем вводить полосы, исходя из... С одной стороны, потребности жителей в перевозку, с другой стороны, из возможностей инфраструктуры, собственно, уличной дорожной сети по введению данных полос. То есть те проектные реконструкции сейчас, вот, улетных магистралей, которые есть, они предполагают, что там будет выделенная полоса. То есть вопрос, как она будет организована, пока является там еще до конца не... Ну, дискуссионным, потому что мы все-таки ставим вопросы перед комплексом градостроительной политики, чтобы там делать выделенные транспортные системы, либо трамвайные, либо автобусные. А позиция все-таки там целого ряда экспертов и там строительного комплекса состоит в том, чтобы все-таки идти более традиционным путем и делать полосы... Это интересная, кстати, тема. То есть, ну, обычные выделенные полосы справа. То есть, как они есть. Есть свои плюсы, есть свои минусы в каждое абсолютное решение. То есть не бывает тут чистых решений, там, белое, черное. Тут везде есть палитра. Ну, возможно, будет там часть решений, там, одних по дорогам, часть решений других. То есть всегда это вопрос нескольких вещей. Первое — это потребности пропускной способности, возможности инфраструктуры и, соответственно, тех целей, которые мы за счет этого, ну, хотим добиться. Кто сейчас занимается этой экспертной работой? Ученые занимаются? Да, конечно. Департамент транспорта, и мы привлекаем экспертов, которые есть, ну, там, доступны и привлекаем, в том числе, там, и общественные советы. То есть это та дискуссия, которая сейчас... В случае, департамент открыт для дискуссий, для услышанной позиции, для любых аргументированных, скажем так, там, заявлений. Вот Максим, там, не даст соврать, он является участником этой дискуссии со стороны общественного. Да. С выделенными полосами вообще интересная история. То есть многие жители и даже некоторые эксперты, так называемые, да, ну, или вообще просто эксперты, да, почему-то, когда говорят про выделенную полосу или про то, чтобы ее убрать, и говорят, что давайте уберем выделенную полосу, и у нас увеличится пропускная способность улично-дорожной сети. На самом деле она, конечно, не увеличится, а уменьшится, потому что по выделенной полосе, как вот мы только что говорили про автомобильные полосы, там едет 900 человек в час, ну, или полторы тысячи, если она уж совсем хорошая. А по выделенной автобусной полосе, если она нормально работает, едет 5-6 тысяч человек в час. Если мы убираем автобусную полосу, то люди же, они не на Луну улетают, они начинают ездить по этой же самой дороге другими какими-то способами, которые более емкие в плане затрат площади. И, естественно, как только мы убираем выделенную полосу, у нас увеличивается пробка на этом месте, а как только мы ее устанавливаем, она уменьшается, потому что, если мы берем три полосы по полторы тысячи человек, и там где-то 4,5 тысячи общей пропускной способности, меняем одну из них на 6, у нас получается 9 тысяч человек может ехать по этой дороге, а не 4,5 тысячи. Конечно, будет меньше пробок. Почему-то люди вот не понимают этой идеи вообще. Не понимают, не понимают. Потому что им кажется, что проехал один автобус в 3 минуты, ну что же такое, там же можно еще 25 автомобилей за это время пропустить, что пропускная способность низкая. А у нас же задача не количество транспортных средств пропустить, а количество людей по определенной площади, пространству городского. Дело вот еще в чем. Я тоже, как автомобилист, сначала был дико возмущен и взбешен. И так пробки, да, а еще у нас отнимают по широкой полосе справа. Еще какие-то людишки там в автобусе едут. Да, да, да. Но потом я понял вот что. Что еще ведь автомобильный поток зависит от его ламинарности. От того, сколько полос там, скажем, мы можем урезать полосу, но все равно, скажем, было 4 полосы, а потом она все равно входила в 3. Да, поэтому в любом случае пропускная способность дороги определяется самым узким местом. Абсолютно точно. И когда была введена первая полоса на Рославке, мы посмотрели, что через 2 недели количество транспортных средств и интенсивность потока полностью восстановилась по отношению до введения невыделенной полосы. Абсолютно точно. То есть в первое время люди как-то пока немножко привыкали к новой реальности, к новому количеству движений, к новому количеству полос. Но за 2 недели поток восстановился до значения, до введения полосы. Абсолютно точно. А датские транспортные специалисты, когда был в Дании, там учился, Они говорят, ну вот что делать, если есть трехполосная дорога, и на ней пробка стоит? Убрать полосу, конечно же, и тогда не будет пробки. Или она, как минимум, останется такая же. А если мы добавим полосу, то будет стоять, в общем-то, такая же пробка. Давайте послушаем, что нам скажет Александр, который сейчас звонит в студию. Александр, здравствуйте. Александр. Александр, вы в эфире. Да, да, да. Я хочу сказать про то, что, скажем, автомобиль статус. Я живу около железной дороги, и около железной дороги с утра скапливается большое количество дорогих и дешевых автомобилей. Все едут на электричке. Это первое. Второе, лишать прав за аварии. Виновников аварии лишать прав. Тогда будет значительно меньше пробок, потому что все лезут с правой стороны под грузовики. Очень много машин. В итоге из-за этого пробка. Когда нет пробок, я езжу в Москву легко и спокойно, потому что нет аварий. Лишать прав за аварии не будет пробок. В течение буквально полугода не будет таких нарушителей. Потому что если ты попал в аварию, тебе по каскам все оплатят. Они едут на дорогой, на дешевую машине. Женщины, мужчины, им пофигу. Им по каскам все восстановят. А если лишишься прав, будешь ездить на электричке. И пробок не будет. Да, да, спасибо. Это отдельный, так сказать, разговор лишения прав и так далее. Количество мелких аварий – это очень важная проблема в Москве с точки зрения дорожной ситуации. И их разруливание. И с точки зрения на самую работу общественного транспорта. Потому что есть первая вещь. Например, на трамвайных путях две девушки замечательно разговаривали по телефону. Одна другую догнала. И царапина, в лучшем случае, на тысячу рублей ремонт. Но в результате это они стоят на трамвайных путях. Они не убирают путь до приезда сотрудники ГИБДД. Там скапливается. То есть это нарушается работа. И там десятки трамваев стоят. И сотни, и тысячи людей из-за этого начинают страдать просто. И это действительно серьезная проблема. И, например, за ужесточение. Ужесточение наказания за выезд на трамвайные пути, за аварии на трамвайных путях, за перекрытие возможности общественного транспорта выполнять свою прямую назначение. То есть необходимо вводить жесткое, во-первых, и административное ужесточать, и в том числе вводить экономические санкции. Потому что это на самом деле влечет за собой очень серьезные... Это колоссальное количество людей страдает. Скажите, вот власть сейчас, в том числе сейчас и в вашем лице, постоянно говорит о том, что надо ужесточать, закручивать гайки, вводить ответственность и так далее. Я не против. Конечно же, репрессивная функция у государства должна быть. Но вот вы сейчас коснулись проблемы разруливания аварий. Дело же не в этом. На Западе там просто обменялись визитками и разъехались. Дело в том, что у нас в России не работает механизм прямого урегулирования убытков. До сих пор, понимаете? Это уже другая тема, мы ее коснемся в других передачах. Но я к чему призываю? Да, мы можем только закручивать гайки и вводить только... Но давайте сначала что-нибудь улучшим, что-нибудь сделаем. Это одна из проблем, да. То есть, например, с другой стороны, это никакого отношения, когда человек в третьем ряду бросает машину и уходит куда-то там навстречу или там куда-то еще. Абсолютно, конечно. И из этого там вряд выстраиваются куча троллейбусов. Это на самом деле ничем не объяснить, никаким неурегулированием убытков и никакими вещами. Хаосом и безнаказанностью, которые творятся в Москве вот уже годы. Поэтому вопрос администрирования, я не хочу сказать слово ужесточение. Это неправильная вещь. То есть, скорее всего, это администрирование просто правильное. Ведь стоит знак, там, не поверьте... Ведь этот знак стоит, стоянка запрещена. Он стоял там всегда. То есть, ну просто теперь люди там, наконец... Это не ужесточение правил, просто некое соблюдение правил. Это правда. И более того, сейчас же мы проводим там, департамент транспортного центра организации дорожного движения, проводим ревизию этих знаков. И там, где знак этот, ну, лишний, он там мешает движению, собственно говоря. То есть, там, где остановка, она не мешает движению. Там эти знаки сейчас в центральной части города постепенно демонтируются. Наконец-то. У нас, с другой стороны, в каких-то местах они вводятся, потому что там возникает проблема. Но в целом баланс, и посмотреть на баланс, то мы понимаем, что это чуть-чуть, не сильно, но чуть-чуть добавит разрешенных мест для парковки в центральной части города. Это, ну, такая вещь, это работает. Но это же значит, что... Ведь проблема в том, что я приехал в центр города на машине, мне ее негде поставить. И раз мне ее негде поставить, то большинство людей считает вправе поставить там, где придется. Бросить, да, бросить, где попал. Заход на переходе, заехать на тротуар, там, грубо говоря, а мне ее поставить негде. Да, да, а где же мне ставить, да, так многие говорят. Вот и все. И это тупиковый путь, потому что, на самом деле, если мне негде спать, человек, я же не перехожу в любую квартиру, мне ловлю и говорю, я теперь у вас буду спать, мне негде. Это точно такая же ситуация, когда люди должны понимать, когда они ставят машину на тротуар и перекрывают этот тротуар, они сотням людей, она стоит там 8 часов, но сотня людей, там, мамы с колясками, там, люди с ограниченными возможностями, дети, они выходят на дорогу, чтобы войти в эту машину и попадают там, в том числе, под эту машину. Да. И вторая вещь, надо понимать, что центральная часть города имеет совершенно конкретное, конечное количество квадратных метров асфальта, которое нужно для жизни города. Иного его не появится там. И от того, что там... В поспоре сейчас. ...два раза больше людей. Ну, если и появится, он забьется, точно так же, как и предыдущие. Смотрите, я был первый раз в Токио в 97-м году, и там на улицах были многоярусные парковки. Такие, да, карусельные. Люди пытались с этим как-то справиться. Сейчас Токио преобразился. Сейчас этих... Вот на Манхэттене в Америке они еще есть, в Токио уже нет. Потому что там строят сразу колоссальные подземные парковки. Не совсем так. Смотрите, если раньше, например, брать любые города, строился какой-то город. Условно, там 100-квартирный дом. И раньше было требование не менее 250 машиномест. Да, да, да. Сейчас во всех центральных, фактически во всех мегаполисах, условно говоря, строится дом на 100 квартир, и там не более 30 машиномест. Это изначально вещь. Это идет, понимаешь, что есть жесткое ограничение пропускной способности. Даже если мы построим парусельную парковку, если там улица, по одной полосе движения в каждую сторону. Понятно. Сколько людей туда будет и времени заезжать, и выезжать с этой парковки? Это же тоже вопрос. Поэтому в любом случае пропускная способность, емкость, она конечна. Интересно. Сейчас после новостей на Финам.ФМ вернемся к этому обсуждению. Обсуждаем транспортное будущее Москвы с Евгением Михайловым, первым заместителем руководителя департамента транспорта столицы, и с Максимом Кацем, депутатом муниципального собрания Щукина. Телефон прямого эфира 495-6510-996. И можно писать на сайт финам.фм. Интересно, что вот пишут на сайт про то, что количество автомобилей на дорогах можно урезать выдачей прав только тем, кто сдал экзамен. Это на самом деле, это отдельная такая проблема. Мы к ней тоже в рамках дорожного просвета вернемся. Но сейчас мы не об этом, а говорим о том, можно ли увеличить плотность парковок в Москве. И я вот предложил, во-первых, карусельные парковки, как это делалось в Токио в 70-е, 80-е, где была колоссальная проблема. И строить подземную, вгрызаться в землю. Почему? Почему, Евгений, вы против? Мы не против, мы наоборот за то, чтобы существующая пропускная способность была использована наиболее рациональным образом. Мы сделали обследование транспортное и посчитали все возможные места, где на пределах уличной дорожной части могут стоять машины, независимо с нарушением либо без нарушения правил дорожного движения. Всего таких мест порядка 20 тысяч на все бульварное кольцо. Внутри бульварного? Внутри бульварного кольца. Из них с нарушениями по факту стоит практически все места, которые сейчас реально используются. Потому что бульварное кольцо днем в час пик забито по максимуму. Включает тротуары? Включает тротуары. И из них в соответствии с правилом дорожного движения это всего порядка 8-9 тысяч 8,5 тысяч машиномест. То есть больше половины машиномест стоит сейчас с прямым нарушением правил дорожного движения. Во-вторых все улицы пределы бульвара это уже сложившаяся застройка с очень тяжелыми грунтами с очень тяжелой системой с очень огромным это центр Москвы колоссальным образом насыщен подземными коммуникациями. Уже? Конечно, да. С советских времен? Уже давно. Уже давно. Совершенно там. И фактически любое строительство любая возможность куда им заглубиться это практически невозможно. То есть там это всегда связано с колоссальными трудностями и технологическими и связано с вопросами безопасности государства там огромное количество вопросов которые там сразу начинают возникать плюс сами по себе сама вся геоподоснова центра Москвы она очень сложная она она ну это много раз говорили что у нас там провалы и прочее это плывуны да абсолютно кроме технологической этой истории это еще не нужно но вот если мы сделаем очень много парковок в центре даже вот возьмем и сделаем построим эти вот башни огромные там карусели там я не знаю как говорить так встанут уже в пробках все улицы не хватит места уже и так не хватает даже при текущем уровне парковки это один из самых действенных способов регулировать вообще количество машин которые едут в центр когда вот в Дании пытались в Копенгагене вот как-то решать проблему пробок они что сделали во-первых естественно сделали все парковки платными это вообще невозможно чтобы хоть вообще какое-то парковочное место в центре было бесплатно нет возможно для инвалидов для жителей нет вот я живу в центре мне как это другая история для жителей может быть там во дворе если там есть межевание если у вас есть какая-то дворовая территория в которой вы владеете если вы не владеете ей то почему вы должны использовать там ЕО под парковку в своей автомобиле не платить за это ничего это непонятно ну ладно это немножко другая тема то есть если в центре у нас все парковочные места платные вот они сначала сделали так а потом они каждый год забирали 3% всех парковочных мест из центра вот выбирали не сразу 30 чтобы там не было проблем потихоньку откусывали а откусывали потихоньку чтобы меньше машин ездило в центр и таким образом постепенно развивали велодвижение развивали общественный транспорт и таким образом постепенно пешеходную инфраструктуру Таким образом, постепенно сделали так, что у них сейчас 20% людей ездят в центры на автомобиле, а 37% ездят на велосипеде на работу каждый день. — У нас 60% рабочих мест города Москвы сосредоточены на пределах Садового кольца, ну, чуть-чуть больше, чем Садовое кольцо. — К сожалению. — Да, поэтому это вот такой, и если мы увеличим количество, ну, к сожалению, на самом деле, потому что это та диспропорция, чем Москва очень сильно отличается от других больших городов. Во всех других больших городах, там, скажем, плотность офисной застройки в центре, она корреспондируется с плотностью жилой застройки. И, по большому счету, плотность офисной застройки тоже существенно выше, чем там на окраинах. У нас прямо обратная ситуация, у нас очень плотно застроены окраины с точки зрения жилой застройки, и очень небольшая плотность в центре именно с точки, ну, фактически, там, по количеству живущих. Это тоже, на самом деле, та диспропорция, которая сложилась, на самом деле, уже там давно исторически в городе Москве, и которая является причиной во многом этих колоссальных утренних и вечерних маятниковых потоков. — Давайте быстренько осталось немного времени, поговорим про пешеходную инфраструктуру. — Сейчас, секунду, давайте примем звоночек от Андрея, послушаем, какой вопрос он нам задаст. Андрей, здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Света. — Вот был разговор про проектирование дорог, то есть, вроде бы, институты, умные люди все это думают, продумают и решают. Но мне интересно, вот Лужков построил МКАД, да, бог ему здоровья, его пчелам тоже. То есть, на самом деле, великое дело, и у МКАДа, казалось бы, пропускная способность колоссальная должна быть, да, то есть, 100 км в час даже разрешенные. Сколько там, пять полос. Но вот мне интересно, то есть, один вопрос, кто придумал такие съезды и заезды, да, ведь, ну, как бы, есть мировой опыт, по-моему, всем просто очевидно и понятно, что должна быть полоса разгонда, полоса торможения, да. — Абсолютно. — У нас же сделаны дороги, причем под таким удивительным углом, когда в зеркало заднего вида еще не видно машину, а в боковое стекло уже не видно, да. — Точно, точно. — То есть, чтобы выехать на МКАД, надо остановиться, да, к примеру. Ну, и близость этих развязок, то есть, съезда и заезда непосредственно тоже вызывает удивление. А второй вопрос, вытекающий отсюда, казалось бы, простые, понятные вещи, и чтобы их сделать, сейчас переделать, допустим, да, то есть, это не затратно по деньгам и несложно технически, почему это не делается? То есть, вот где, как бы, анализ и прочее. — Это хороший вопрос, это хороший вопрос. Андрей, спасибо. — Присоединяюсь к этому вопросу, вот совершенно очевидно, что те дороги, которые строились во времена Лужкова, скажем так, они очень нужны, но они спроектированы очень странно, если не сказать хуже. — Если вы видите, то сейчас достаточно большая, ну, есть документы, есть, например, сейчас достаточно большая программа по модернизации развязок, которая есть на МКАДе. Я не могу сказать, что это дешевая, честно говоря. — Да, это не дешево однозначно, не простая. — Не простая, не дешевая и не быстрая мера, но это, безусловно, есть, и, безусловно, там есть сейчас целый концепт по дальнейшей модернизации Московского кольца в автодороге по созданию дублеров вдоль МКАДа для того, чтобы, по большому счету, каждый торговый центр не имел, собственно, выезд на МКАД и не создавал некий, скажем так, пробок. Там, где возможно, создать систему дублеров, чтобы уже люди, выезжая на дублеры, потом спокойно могли подъезжать к торговому центру, чтобы скорость по самой кольце автодороги, оно не уменьшало. Там просто другая проблема, у МКАД же еще, это фактически со стороны Московской области, она была превращена в торговую улицу, и там в массовом порядке были разное разрешение на строительство огромных торговых центров. То есть она из транзитной дороги превратилась фактически в городскую торговую улицу. И это, на самом деле, очень серьезно изменило назначение Московского кольца в автодороге относительно того, что было сделано. А задача там сделать, там набор быстрых мер, она стоит, и там целый ряд быстрых мер, они реализуются, но на самом деле не так много быстрых мер, не так, учитывая, скажем так, ту глубину, структурную глубину проблем, которые сейчас есть в городе, в транспортном комплексе в том числе, которая накапливалась там десятилетиями, наличие каких-то простых быстрых побед, но оно качественно ситуацию там не меняет. То есть все, что возможно сделать быстро, мы делаем быстро, это честно. Вы не можете все снести все торговые центры сейчас построены? Я вот могу назвать одну штуку, которую можно сделать быстро, но она почему-то не делается, и которая значительно лучше, там, транспортную ситуацию, убрать парковки с тротуаров. Это же очевидная история. Это надо делать, и сейчас все, сейчас постепенно, то есть, ну, программа по защите в центре, то есть от тротуаров, от машин, она началась. У нас в этом году будет поставлено порядка 30 тысяч столбиков, которые фактически оградят тротуары от того, что туда вставали машины. И в рамках формирования парковочного пространства, в рамках формирования вот разметки парковочного пространства, введения платной парковки. А штрафы выписываются паркующимися на тротуарах? Начали выписываться, конечно, да. Это сейчас 3 тысячи рублей, это сейчас такой же штраф, как за... И они действительно выписываются? Ну, мы увидим сейчас ближайшую статистику, мы начнем получать, пока они выписываются, направляются. Почему эта тема очень важна? Немножко займусь за старше с трех минут, значит, например, у нас есть городские проекты, это, что мы называем городские проекты Ильи Варламова и Максима Катса. Мы там считаем всякие разные непонятные вещи, которые есть в городе, пытаемся их доказать там математически и предложить их менять. Например, недавно мы считали на Тверской улице количество людей, пользующихся тротуаром. И мы там нашли, что в день проходит, я точно забыл цифру, по-моему, 27 тысяч человек по там площади, находящейся от метро Пушкинская до метро Маяковская. Проходит пешком 27 тысяч человек, а автомобильных парковочных мест там, по-моему, 37. Или 61, я не помню. Не соразмерно, да? Ну, вообще, да. То есть, примерно 1% пользователей тротуара пользуются ими с помощью постановки туда автомобиля. При этом там размечены места, оно разрешено. Ну, сейчас закончу уж мысль. То есть, где-то 2 трети тротуара используются автомобилистами, 1% пользователей. А это создает какие проблемы там, кроме... Кроме вот... Понятно, понятно. Да, это действительно так. Это портит всю инфраструктуру общественного транспорта, потому что они же связаны. Евгений, кто размечает эти места и куда жаловаться? У нас город для всех, и для пешеходов, и для автомобилистов. То есть, всегда, на каждой баланса, да, знаете, как ты вот сказал, что компромисс, это когда... Удачный компромисс, это когда все стороны одинаково недовольны. Это правда. Поэтому тут, наверное... Нет, но тут количество же людей совершенно не... Тут проблема, на самом деле, носит не локальный характер, а проблема, на самом деле, системная, да. Где-то, на самом деле, люди... Где-то просто, ну, там, допустим, там, Тверская, да. И была очень большая проблема, связанная с парковкой. Были... Да, и она и есть пока. Да, и были придуманы... 37 парковочных мест, я не решила. Были предложены пока первые моменты какие-то, первые. Хоть как-то это дело, ну, в той ситуации хаоса, когда все стали вообще кое-как, и где... На первом этапе хоть какое-то правило по пониманию, как правильно расставить эти машины, как они вообще должны стоять. Сейчас у нас идет полностью, то есть, новый проект, который называется «Единый парковочный пространство», в рамках которых идет фактически полная ревизия того, что сделано, того, что было сделано там давно, вот этих старых знаков, то есть, механизм там стоянки. И фактически заново прорисовывают и перепроектируются все улицы. Поэтому, то есть, можно там сколько угодно относиться к неким старым историям, к ретроспективам, но надо начинать как бы фактически... Надо смотреть в будущее, это правда. Так смотрим в будущее, но запретить надо там парковаться. С первого ноября у нас начинается пилотный проект, каретный ряд в Петровке, и постепенно мы начинаем сейчас ревизию, в начале предела Бульварного кольца, потом в пределах Садового, по полной переразметке, по полному проектированию стоянок. Две секунды, пользуюсь эфиром, хочу использовать служебное положение и попросить вас запустить маршрут Паркона у меня в Щукино. А то у меня там все будет, что невозможно штрафовать избирателей. Они никак не штрафуются. Большое спасибо. Евгений Михайлов был в студии, первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы, и Максим Кац, депутат муниципального собрания Щукино. Честно говоря, сначала был я настроен очень агрессивно, но как-то позитивный такой разговор. Главное, что мы поняли, что, скажем так, времена хаоса позади, и в вашем лице я вижу людей заинтересованных, которые собираются как-то гармонизировать Москву. Это здорово, это внушает, в общем-то, оптимизм. Спасибо вам. С вами был Дорожный просвет и Леонид Голованов. Спасибо. Спасибо.